Привет! Ты смотришь Тойстер, как бы странно это не звучало. Знаете, что у меня сегодня? А? А? Угадайте? Технолог. Причём технолог из фикс-прайса внезапно. Вообще, я когда купил это и подумал, я понял, что купил я не что иное, как грёбаную машину времени. Серьёзно. Посмотрев на эти наборы, а самое главное на их содержимое, я понял, что вернулся год, наверное, в 97-98, когда технолог только появлялся на наших прилавках, был хреновый, был цветастый, был странный, но он был ламповый. Но, правда, с того момента ламповость всего этого немножечко подутихла и растерялась. В общем, это новые, впервые за долгое время, коробочные наборы для фикс-прайса, в которых будут отряды, стреляющие оружие, правда, сами понимаете, наверное, уже какое, и замки, причём замки не какие-то, а замки и системы универсал. Эта система была где-то примерно в конце 90-х, в начале нулевых, ну, наверное, год 2004-2005. Универсал был в самом разгаре и клали его практически в любой набор технолог. Итак, в серии всего 4 набора, они все показаны сзади. В них абсолютно одинаковые замки и одинаковые орудия, но разные отряды. Воины тьмы, скелеты, рыцари, эльфы. Все отряды уже были, так что ничего нового, никаких откровений. Конечно, положительных моментов несколько. Во-первых, такая коробочка стоит 199 рублей, что, в принципе, за такой комплект нормально. Во-вторых, это нормальная игровая система, и здесь есть правила, и этим как бы можно играть, причём объединяя даже несколько наборов между собой. Ну и в-третьих, всё же это хоть какая-то новинка от технолога, хоть что-то. Они хотя бы пытаются возвращать полиграфию и всякое такое. Ну что ж, давайте уже это дело открывать и смотреть. Погнали с башни рыцарей. Ну тут, в принципе, всё, башня, башня и рыцарей, господи. Но здесь... А, башни, башни и рыцари. Ну логично, две башни и рыцари. Итак, нужно это дело раскочить и открывать им. Комплектация у нас следующая. Как вы понимаете, она скромненькая, но терпимая. Почему бы нет? В принципе, для игрового набора это более чем нормально. Так, коробки, кстати, немного странные, но об этом позднее. Отсюда мы получаем, во-первых, парочку бежевых почему-то башен на системы универсал, хотя должны быть они серые. Честно, не знаю, почему их стали делать бежевыми, но самое интересное, почему ворота сделали синими. При этом и то, и другое, и башни, и ворота сделаны из мягкого полиэтилена, только почему-то разного цвета. А ещё... А, это не облой. Это не облой, смотрите. Хотя облоя тоже хватает, но, знаете, это классика. Кстати, почему-то даже решили не делать литники, поэтому детали нам и фигурки вынимать не надо. Это, в целом, даже положительный момент. Итак, попробуем собрать воротички. Воротички у нас собираются вот так, и двери сюда должны вставиться, я думаю, без проблем. Раз дверь, два дверь. Ну, ладно, дверь от универсала. Также башенки и коннекторы. Ну, давайте первый набор соберём сразу, как бы, в режиме онлайн, а уже следующий будем собирать как-то иначе. Итак, значит, в универсале, во-первых, есть вот такие вот надставыши для башен, которые ставятся вот так, очень странненько. Кстати, я вот эти штуки никогда не любил, я их всегда выкидывал. Но, по идее, они нужны, чтобы стены получались ровными, поэтому поставить их придётся. Так. Хотя нет, это слишком душная хрень, давайте-ка, пожалуй, я всё же эти башни соберу за кадром. Получилась вот такая типа крепость, и ещё один коннектор остался, бесхозный, просто поставлю его куда-нибудь вот сюда. Сразу грустный момент, сюда не положили балкончиков. Вообще, система универсал подразумевает балкончики, которые ставятся вот сюда, с обратной стороны вот этих вот ограждений, и на них также можно ставить фигурки, но, к сожалению, здесь такого не сделали, поэтому как бы стены и вход здесь являются просто бесполезными вот такими вот стенками, ну, просто воротами. Ставить фигурки нам предлагают на башне. Хотя бы так. Спереди у нас вот так всё, достаточно прочненько, но сами понимаете, что в универсале коннекторы, они далеко не самые надёжные, но при этом позволяют крепость немножко сгибать. Так что при желании можно сделать даже вот так её более округлую. Башенки прочные, крепость устойчивая. Ну, наверное, нормально. Также в комплекте пара кубиков, о них, в принципе, сказать нечего. Старые, даже не покрашенные. Такие кубики у них уже давно-давно, они их ещё в астроиды вклали. Фигурки мы сейчас посмотрим. Далее у нас есть орудия. А, у нас есть целых два орудия даже. Так, сейчас заценим, что они тут... А, нет, одно, просто три заряда. Я думал, это два орудия сложные друг на друга. Ну, я так понимаю, нам предлагают орудия делить с игроком, с которым мы будем играть. А если у нас есть два набора, то логично, у нас есть два орудия. Стреляет оно дисками. Что это вообще за хрень и какое отношение она имеет к Битве Фэнтези, непонятно. Слушайте, погодите, а это вообще набор из системы Битвы Фэнтези или нет? Здесь хоть где-нибудь есть упоминание? Так, замок-конструктор, пять пластиковых фигур, технолог, башни и эльфы, технолог, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Слушайте, здесь нигде... А, вот набор башни и солдатики серии Битвы Фэнтези. То есть, это каноничный набор из Битвы Фэнтези. Следовательно, вот эта пушка сейчас является каноничным оружием из технолога. Мде-мде-мде-мде, как говорит хрень 2.0, автор, вот мне тоже так хочется сказать. В общем, работает эта хрень следующим образом. Ух ты, нифига себе! Воу! Она либо мощная, либо не работает. У неё всего два состояния, но зато какие! Остаётся один нерешённый вопрос. Какого чёрта они зажали сюда положить хотя бы вшивого бульдога? Или хотя бы вшивого клопа? В смысле, не клопа насекомые, а клопа катапульту. Или уж хотя бы ту катапульту, которая была в ранних наборах Mortal Kombat, которая просто вот так вот пальцем била и перекидывалась. Точнее, билась и перекидывала. Что? Зачем они это сделали? Эта штука подойдёт для... Не знаю, там, для шоколадных яиц, например. То есть шоколадное яйцо класть в такую пушку и фигурку. Вот, в принципе, прикольный набор. Можно сшибать фигурку. Но не больше. Ладно. Хоть какое-то оружие. Надеюсь, в следующих ревизиях, если это дело пойдёт, а я постараюсь сделать так, чтобы оно пошло, я постараюсь рассказывать обо всём, что будет продаваться от технологов в фикс-прайсе. Надеюсь, что это дело исправят и начнут класть пушки. Итак, у нас здесь есть правило. А, у нас здесь есть сборка укрепления. Ой, да, конечно. Универсал мы прямо это без схемы собрать не сможем. Причём здесь две схемы. Чё? Типа, смотрите, здесь схема раз, да? Схема сборки. Вид с тыльной стороны укрепления. Общий вид. И здесь ещё раз. Схема сборки. Нафига две схемы сборки-то? Такой чёрт? Так, ну и, конечно же, правила игры. Так, ну, ну, слушайте. Тут правила, конечно, не уровень старт, хотя бы. Но, так или иначе, они здесь есть. Только, я немного не понял один прикол. Тут говорится про магию, что можно использовать магию, но никаких карт магии в наборе нет. В чём прикол? И таблички магии я тоже нигде не вижу. Так, ну-ка. А, магией пользуется только защитник, и только в том случае, если его воин стоит на башне крепости. А-а-а. А что даёт магия? Для магического действия защитник бросает кубик, результат зависит от попадающих очков. Один, ошибка заклинания, два, в этом ходу воин защитника движутся вдвое быстрее. Значит, ускорение движения, потом есть плюс один к ближнему бою, противник, оружие противника не стреляет, нифиги, слушайте, какая-то слишком ультимативная здесь магия у них, я скажу. Ну, ладно, понятно. Короче, правила более-менее продуманные, они пытались их сделать, согласен, получилось. Ну и последнее, это фигурки. Фигурки по понятным причинам здесь сделаны максимально дёшево, это мягкий полиэтилен прессованный. И как вы понимаете, по этой причине покрасить их не представляется возможным, просто потому что на ней детализация и так всратая, а если вы их ещё покрасите, краска, во-первых, начнёт с них сползать, а во-вторых, она просто сюда нормально и не ляжет. Ну и закупорит оставшиеся детали. Вот такие вот у нас, кто это? Это у нас рыцари. Ну вообще это паладины, а не рыцари. Так-то. Да, это паладины. У них ещё дамочка должна быть. Да, дамочка есть. Это паладины. В общем, вот такие ребятки, я их показывал в твёрдом пластике, здесь же они в мягком полиэтилене, в прессованном. Вот такие ребятки. Ну, знаете чё? Их, по крайней мере, старались делать, и на свою цену они смотрятся, ну, терпимо, как игровые солдатики они пойдут. И вот такая вот у них ещё барышня здесь. В общем-то, вот что мы получаем из одной коробки. То есть у нас есть башня-универсал, несколько солдатиков, которыми можно во всё это дело играть, и что-то наподобие орудия, которым также можно стрелять. Ой, слушайте, фигурки неустойчивые. И это дело не в облое. Фигурки просто некоторые не стоят. Они отлиты немного неправильно. Так. Вот эти стоят. Этот... Этот чувак не стоячий. Да-а-а, дела. Вот такой вот комплект за 199 рублей. Ну, дабы поддержать технолог, скажу, что нормально. Конечно, оно немножко того не стоит. Практически любая китайская игрушка, если выкинуть отсюда правило, будет лучше, чем это. Даже, наверное, за 200 рублей с Алика можно что-то такое же интересное заказать. Давайте второй набор распакуем. В принципе, он нас ничем совершенно не удивит, потому что здесь ровно та же самая крепость, и отличаться будут только фигурки. В данном случае эльфы, причем выполненные из отщепенского зеленого пластика. Да. Правила, как вы понимаете, тут точно такие же. Орудия точно такой же. А вот к башне у меня есть вопрос. Ну, ворота синие снова окей. То есть тут у меня никаких вопросов нету. Но какого черта башни разного цвета? Смотрите-ка, здесь у нас одна башня розовый пластик, а другая бежевый пластик. Ну, вы даже отчетливо видите, может, через камеру. Вот. То есть вот эта башня, она из оранжевого или телесного, а эта из розового пластика. Почему? И вообще, почему у них башни цвета кожи? В смысле? Также два кубика и солдаты. Слушайте, я, если честно, не очень хочу собирать вторую крепость, поэтому, ну, как бы, примите на веру, что она точно такая же, по качеству она точно такая же, только с цветами у них какие-то неполадки. Давайте посмотрим персонажей и будем потихоньку закругляться. Итак, здесь у нас эльфы. Эльфов, кстати, у меня, если я не путаю, еще, по крайней мере, в мягком пластике не было. В твердом не помню, честно. Короче, тут такой вот парниша с огромным щитом и алибардой, алибардой пикой. Далее, конечно же, лучник. Вообще, почему среди эльфов всего-навсего один лучник? Вы чё? Вы чё? Далее у нас вот такой вот парень с огромным мечом эльфийским. Вот такой с маленьким легким мечом. Кстати, у этих ребят, по-моему, отливка чуточку лучшей в плане детализации, в плане качества, чем у паладинов. И вот такой. Так, ну, облоя, конечно, им завезли, дай боже. Но, так или иначе, в принципе, норм. Давайте проверим, стоят ли они. Ну, вообще, вот эти стоят, но, если вдруг вы решите играть на какой-то поверхности, отличной от совершенно гладкого ровного стола, там, например, на паласе, даже на маленьком ворсе, ох, как вы намучаетесь. Эти ребята там стоять в принципе не захотят. И любое неловкое движение будет их ронять. В любом случае, вот такой отряд. Ну, ладно. На первый раз, пожалуй, я прощу те косяки, которые есть у этих наборов, и скажу, что это неплохо. Если вдруг, по какой-то причине вы хотите ознакомиться с Битвы Фэнтези, это будет далеко не лучший вариант, но один из возможных. Вы получите нормальную, нормальную крепость, ладно, разноцветную, но нормальную. Покрасить её, в принципе, наверное, можно попытаться. Вы получите крепость, вы получите фигурки, вы получите какое-никакое оружие, и даже вы получите инструкцию с кубиками, чтобы по всему этому делу играть. Это уже многого стоит, и если всё же технолог начнут развивать эту тему, то, возможно, во что-то и выльется. Да, понимаю, немного душный вышел выпуск, потому что, ну, как бы тут такая тема, технолог, то, как он просрал всё, как они пытаются это дело якобы вернуть, что они пытаются выпустить, всё это нужно обсуждать, и всё это всегда довольно душно, поэтому поймите меня и примите этот ролик таким, какой он есть. В любом случае, если любите технолог или просто всякие варгеймы, то лайкосик ваш очень сильно меня замотивирует снять что-нибудь ещё. Также на канал подпишитесь, колокольчик там нажмите, и комментарий написать не забудьте, есть ли у вас такие наборы, или, может быть, вы сейчас пошли их покупать. На этом уже точно всё. С вами был Широ, и возвращение... Ух! Грандиозное возвращение технолога! Фикс прайс! Ещё увидимся! Пока!